Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава 2 книги Хроник или Паралипомена для библейского портала Экзегет Я читаю перевод российского библейского общества Мы читаем про царствование языки хорошего царя Вообще царя, который подобен Давиду Никому другому такой эпитет наш повествователь, хронист мы его называем, не дает В предыдущей главе они отпраздновали Пасху Первую после Соломона буквально, как написано Вот такую после Соломона Может и праздновали иногда, но так слегка невыразительно А тут вот по-настоящему И что дальше? Они расходятся после Пасхи по своим городам, деревням И что они делают? Когда празднование закончилось Все сына Израилева, которые там были, отправились по иудейским городам Они разбили священные камни, срубили дерева Аширы Ашират женское божество, но как бы собираетное название женских божеств Разрушили капища и жертвенники Все до последнего в землях Иуда, Вениамина, Ефрема, Моносии После этого все сына Израилева вернулись каждый к своему наделу в свое селение То есть это не просто отказ от язычества в качестве личной такой вот формы благочестия Да, не буду поклоняться языческим богам, но это решительный поворот от язычества И уничтожение языческих капищ Вот весь народ повернулся Надолго ли? Всерьез ли? Языкиев установил подразделение священников и левитов в соответствии с их служениями Обязанностями священников и левитов было совершать всесожжение и першественные жертвы Прислуживать, исполнять благодарственные и хвалебные песнопения у ворот стана Господня Царь выделял из своего имущества долю на совершение всесожжения Утренних и вечерних, совершаемых по субботам В Новолонии по праздникам, предписанным законом Господа Очень важная деталь, то есть восстанавливается все по закону А не просто один раз отпраздновали, снесли все языческие капища и пошли жить как попало Народу, жителям Иерусалима, он повелел заботиться о содержании священников и левитов Чтобы они могли посвятить себя закону Господа То есть заботиться, их нужно кормить, поить, одевать, обувать И тогда они будут заниматься священодействием А иначе им зарабатывают как на одна жизнь И как только об этом было объявлено, сыны Израилеву стали приносить в изобилии первые плоды своего урожая Зерно, вино, оливковое масло, мед и все, что росло на их полях И отдавать десятину, вот, на пропитание и на поддержание храма Израильтяне и иудеи, жившие в иудейских городах, также принесли десятину от крупного и мелкого скота И от святыни, от того, что было посвящено Господу Богу Скопилось огромное множество запасов Приношения начали собирать в третий месяц и закончили в седьмой Когда пришли языки и сановники и увидели эти запасы, они благословили Господа и народ его Израиль Языки стал расспрашивать священников и левитов об этих запасах Ему ответил Азария, первосвященник из потомков Цадока С тех пор, как люди стали приносить пожертвования в храм Господни, всем хватит, чтобы есть досы-то еще останется Потому что Господь благословил свой народ и у нас всего остается в избытке Не жадничать, это лучший рецепт для процветания, да Вот отдавать щедро, отдавать с избытком и тогда Господь даст и тебе с избытком Языки велел приготовить складовые в Господнем храме, это было исполнено То есть, а до сих пор там даже нечего складывать было, то есть и кладовых-то толком не было Все приношения, десятины и то, что было посвящено, значит, посвящено, отдельно Богу посвящали какие-то предметы или продукты или что-то И тем самым их делали жертвой Было без обмана сложено туда Главным распорядителем был Левит Канани, а вторым после него его брат Шими Иехиел, Азазия, Нахата, Саила, Еремот и Озават, Элиэл, Исмахия, Бахат и Беная были осмотрителями под руководством Кенани и брата его Шими, которых назначил царь Языки Главным Божьим храмом был Азария Вот эти списки имен, и мы говорили уже, что очень важно для хрониста нашего повествователя Говорить о распорядке и о том, кто где был, потому что это родовое общество, и все знают, кто чей потомок Левит Курес, сын имны, превратник восточных врат Был ответственным за добровольные жертвы Богу Он распределял пожертвование Господу и святыню святынь Ему были подчинены Аден, Миньямин, Иисус, Шимая, Мария и Шихания, которые без обмана распределяли все это в священческих городах среди своих собратьев В соответствии с их подразделениями, от старших до младших Вот тоже распорядок и честное исполнение обязанностей Такая постоянная тема священники и левиты, что должны делать Кроме того, они наделяли всех, начиная с трехлетнего возраста, кто был занесен в родословные списки И должен был однажды взойти в Господний храм на свое ежедневное служение В соответствии со своими обязанностями и своей сменой Имеется в виду подрастающее поколение священников и левитов То есть не только те, кто служил, но и все даже малыши, кто еще должен был только заступить когда-то Священники были расписаны по своим отеческим родам, а также и левиты, начиная с 20 лет и старше В соответствии с их сменами и разрядами Записаны были даже малые дети, и жены, и сыновья, и дочери всех, кто входил в сообщество, кто был верен своему посвящению А что до потомков Аарона, священников, которые жили на пастбищах рядом со своими городами То они были поименно назначены люди, которые наделяли всех людей мужского пола и священнических родов И всех, кто был записан в родослугах левитов И подробно, вот как это было устроено, что всем хватало Не просто все принесли в храм, а там, знаете ли, разберутся, соответственно, кому положено Нет, это совокупное братство левитов и священников, которые делят свои ресурсы по-честному и никого не забывают Вот преобразование, которое совершил Языкея по всей Иудии Зилева были угодны Господу, он поступал честно и правильно Во всех своих начинаниях, в служении Божьему храму, закону и заповедям он стремился к Богу И действовал от чистого сердца, и потому преуспевал Здесь бы и точку поставить в истории Языкея, но нет Будет еще история испытания Ну, когда у тебя все хорошо, чего бы тебе не доверять Богу? А когда все плохо? В 32 главе посмотрим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!